Роза – это не только символ красоты и любви, но и источник множества благотворных свойств для нашего с вами организма. Большинство из нас привыкли восхищаться её изящными лепестками и неповторимым ароматом, но мало кто знает, что роза имеет множество полезных свойств. Добро пожаловать, дорогие зрители, на наш канал! Сегодня мы отправимся в удивительный мир цветов и расскажем вам о том, как прекрасная роза может стать настоящим цветком здоровья. Роза – краткая история в роли медицины. Перед тем, как перейдём к истории цветка здоровья, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят аж целых 90% зрителей. Уважаемые зрители, прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Уже с древних времён роза использовалась в медицине. Её целебные свойства были известны египтянам, грекам и римлянам. В Древнем Египте розовые лепестки использовали для создания ароматических мазей и душистых масел. В греческой и римской медицине розовая вода из лепестков розы использовалась в качестве тоника и антисептика. В средние века врачи и аптекари продолжали использовать розу в своих рецептах. Её экстракт и масло использовались для лечения различных заболеваний, включая головные боли, расстройства желудка и проблемы с кожей. Розовая вода также применялась в качестве антисептика при ранах и ожогах. В современной медицине роза продолжает играть важную роль. Её экстракт и эфирное масло находят применение в производстве лекарственных препаратов, косметических средств и ароматерапии. Розовое масло используется для снятия стресса, улучшения настроения и снятия нервного напряжения. Современные исследования подтверждают полезные свойства розы для здоровья человека. Её антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами и замедляют процесс старения. Розовый чай способствует укреплению иммунной системы и пищеварения. Экстракт розы обладает противовоспалительными свойствами и способствует заживлению ран. Роза является не только прекрасным цветком, но и настоящим цветком здоровья. Её история в медицине простирается на протяжении веков, и современные исследования продолжают подтверждать её полезные свойства. В дополнение к использованию розы в лекарственных препаратах, маслах и чаях, она также используется в ароматерапии. Аромат розы считается успокаивающим и расслабляющим, и его использование может помочь в борьбе со стрессом и тревогой. Кроме того, роза имеет положительный эффект на наше эмоциональное состояние. Её красота и аромат способны поднять настроение, создать романтическую атмосферу и вызвать чувство благополучия. Полезные свойства розы Эфирное масло из лепестков розы – настоящая сокровищница полезных свойств. Её ароматические молекулы могут снять напряжение и улучшить настроение, а также считаются эффективными в борьбе со стрессом и депрессией. Масло розы также применяется в косметологии, благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам. Впервые эфирное масло из лепестков розы было получено арабским учёным Ибн Сина, Авиценной, с использованием метода дистилляции. И по сей день этот метод применяется для извлечения эфирного масла из розы. Свежесобранные лепестки эфиромасличной розы роза Дамассена обрабатывают паром, при этом тщательно контролируя температуру, поскольку даже небольшое её превышение может уничтожить нежный аромат. Для получения эфирного масла из розы требуется большое количество сырья. Выход масла очень незначителен и составляет около 0,02-0,05% от объёма собранных цветков. Для производства 1 кг эфирного масла необходимо переработать около 4000 кг цветков. Именно поэтому розовое масло считается одним из самых дорогих эфирных масел. В современных условиях процесс получения эфирного масла из розы остаётся практически неизменным. Лепестки розы подвергаются внимательной обработке паром, чтобы извлечь уникальные ароматические молекулы. И благодаря современным технологиям сохраняется высокое качество и ценность эфирного масла, которое применяется в парфюмерии, ароматерапии, косметологии и медицине. Эфирное масло из лепестков розы – это не только прекрасный аромат, но и целебное средство с множеством полезных свойств. Давайте рассмотрим различные способы использования эфирного масла розы для достижения благополучия и гармонии. Первый способ – ароматерапия. Добавьте несколько капель эфирного масла розы в аромалампу или диффузор и позвольте нежному аромату розы заполнить ваше помещение. Закройте глаза, глубоко вдыхайте аромат и позвольте себе расслабиться. Аромат розы известен своей способностью снижать уровень стресса и тревоги, создавая атмосферу спокойствия и умиротворения. Второй способ – массаж. Разведите несколько капель эфирного масла розы в нежном базовом масле, таком как миндальное или оливковое, и примените его для массажа. Нежные движения помогут расслабить ваши мышцы, улучшить кровообращение и увлажнить кожу. Это не только способ позаботиться о своём теле, но и создать приятную атмосферу релаксации и благополучия. Третий способ – уход за кожей. Добавьте несколько капель эфирного масла розы в свою ежедневную рутину ухода за кожей. Масло розы поможет увлажнить и питать вашу кожу, сделает её более упругой и здоровой. Благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам, оно также может быть полезным для проблемной кожи, помогая снизить воспаление и улучшить её состояние. И последний способ – добавьте несколько капель эфирного масла розы в тёплую ванну и наслаждайтесь ароматом и расслабляющими свойствами масла. Погрузитесь в ванну и позвольте аромату розы окутать вас, снимая напряжение, успокаивая нервную систему и омолаживая вашу кожу. Розовая ароматерапия в ванне поможет вам расслабиться и создать атмосферу блаженства и комфорта. Важно помнить, что эфирное масло из лепестков розы является концентрированным продуктом и требует некоторых мер предосторожности при использовании. Перед использованием масла розы на коже проведите тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество разведённого масла на внутреннюю часть запястья. Если в течение 24 часов не возникло никаких негативных реакций, вы можете безопасно применять масло. Не используйте эфирное масло розы внутренне, без консультации с профессиональным ароматерапевтом или медицинским специалистом. Храните эфирное масло розы в тёмном и прохладном месте, чтобы сохранить его свойства и продолжительность срока годности. Если у вас есть какие-либо заболевания или вы беременны, обратитесь к медицинскому специалисту, прежде чем использовать эфирное масло розы. И, наконец, обратите внимание на качество и происхождение эфирного масла розы. Выбирайте сертифицированные органические продукты от надёжных производителей, чтобы гарантировать их чистоту и эффективность. Розовый чай – это напиток, приготовленный из сушёных лепестков роз. Для этого напитка используются особые сорта роз, такие как эфиромасличная роза, роза дамасцина или роза гальника, которые отличаются высоким содержанием эфирных масел. Польза розового чая связана с его уникальным составом. Лепестки розы содержат много полезных веществ, таких как антиоксиданты, витамины, минералы и флавоноиды. Давайте рассмотрим его основные преимущества и способы правильного использования. Антиоксидантная защита. Розовый чай обладает высоким содержанием антиоксидантов, которые помогают защитить организм от повреждений свободными радикалами. Эти вещества способствуют замедлению процесса старения и снижению риска развития различных заболеваний. Укрепление иммунной системы. Розовый чай богат витамином С, который является мощным иммуномодулятором. Регулярное употребление розового чая поможет укрепить вашу иммунную систему и защитить организм от различных инфекций. Снятие стресса и улучшение настроения. Аромат розы, присутствующий в розовом чае, оказывает благотворное воздействие на нервную систему. Питьё розового чая поможет снять напряжение, улучшить настроение и создать ощущение спокойствия и релаксации. Поддержка пищеварения. Розовый чай может быть полезным для пищеварительной системы. Он способствует снижению воспаления, смягчает симптомы пищеварительных расстройств и стимулирует пищеварение. Теперь, когда мы знаем о пользе розового чая, давайте узнаем, как правильно его приготовить и употреблять. Для приготовления розового чая вам понадобятся сушёные лепестки роз. Возьмите чайную ложку сушёных лепестков и залейте их кипятком. Покройте чашку и оставьте настаиваться в течение 5-10 минут, чтобы лепестки раскрыли свой аромат и целевные свойства. Затем процедите чай, чтобы удалить лепестки. И теперь он готов к употреблению. Рекомендуется употреблять розовый чай регулярно, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Вы можете пить по одной или две чашки в день. Для сохранения полезных свойств розового чая рекомендуется употреблять его без добавления сахара или молока. Однако, если вам необходимо придать напитку нежный вкус, вы можете добавить немного мёда или лимона. Помимо употребления в виде горячего чая, розовый чай также может быть приготовлен и в форме холодного напитка. Для этого вы можете заварить чай, охладить его и добавить кубики льда. Это особенно приятно в тёплые летние деньки. Не забывайте, что розовый чай – часть здорового образа жизни, поэтому его употребление следует сочетать с правильным питанием, физической активностью и достаточным количеством воды. Также обратите внимание на качество розового чая, покупайте его у надёжных поставщиков, чтобы быть уверенным в его свежести и отсутствии добавок или загрязнений. Несмотря на то, что розовый чай имеет множество полезных свойств, есть некоторые противопоказания, о которых следует знать. Если у вас есть аллергия на цветы или другие растения семейства розовых, возможно, вам следует избегать употребления розового чая. Беременным женщинам и кормящим мамам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед его употреблением. Нельзя употреблять больным гипертонией. Некоторые компоненты повышают артериальное давление. Не рекомендуется людям с особой чувствительностью организма. Важно отметить, что эти противопоказания могут быть индивидуальными, и каждый человек может реагировать по-разному. Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы относительно употребления розового чая, рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом или нутрициологом. В завершении, роза – это не только цветок, которым мы можем любоваться, но и цветок, который может внести значительный вклад в наше здоровье и благополучие. Используйте её лепестки, чай, масло и экстракт, чтобы получить все блага, которые она может предложить. Не забывайте обращаться к её целебным свойствам, как в прошлом, так и в наши дни. Благодарим вас за просмотр! Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и оставить свои комментарии под видео. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Так вы получите больше интересной информации для здоровья. Будьте здоровы и окружайте себя красотой и любовью розы в вашей жизни!